Всем привет! У меня сегодня опять здоровенная посылка, тяжелая, не буду поднимать, вот как обычно, вот такая, из Японии сборная. Это самая дорогая посылка, которую я когда-либо заказывал, именно из-за этого у меня возникли проблемы на таможне, но об этом давайте попозже поговорим. В начале видео будет рубрика посылка от подписчика, да, мне все еще иногда присылают посылки, Дима прислал из Санкт-Петербурга, это тот самый у которого магазин ретродрома, о котором я уже рассказывал. Он мне решил сделать небольшой подгон, или большой, сейчас посмотрим. Так, наклеечки ретродромовские, и это, друзья мои, по-моему это прекрасно. Это выпуск из серии черепашки Адвенчерс, ну те самые оригинальные все дела. При этом сзади вот такая картонка, а сверху вот такая аудиокассета Адвенчерс, Реторн оф зе Шреддер. Блин, а это нельзя открыть, да, не повредив упаковку. Я хотел послушать эту кассету. Интересно узнать, что там, потому что тут написано Action Music, Sound Effects, там чуть ли не какой-то спектакль, видимо, для детей, про черепашек, саунд-эффекты какие-то. А вдруг из какой-то игры... А, тут написано, что эта кассета дословно повторяет комикс, если я все правильно понимаю, что довольно необычно. В общем, очень классный артефакт в коллекцию. У Димы, кстати, есть канал на ютюбе, он начинающий тоже ретро-блогер. Давайте я уберу это, помну еще. И у него на канале можно найти интересные видео по этой теме, и так как он владелец магазина RetroDrom, то у него есть возможность мониторить и заказывать вещи из США, из Японии. Иногда он просит у покупателей, которые через него заказывают какие-то вещи для реквизита. В общем, ему есть что показать, ссылка будет в описании на его канал, тем более рекламы в этом видео нет. Переходите, поддержите, так сказать. Я начну распаковывать посылку. Сегодня у нас 11 посылок в этой сборной большой коробке. Первое — это просто пакет из магазина, в котором... Почему я не могу прийти с пакетом из пятерочки и отправить что-нибудь по почте? Я завидую. Сегодня будет разная дичь. И для Famicom, и не только для Famicom. И приставка должна быть внутри. В общем, будут истории. Истории будут сегодня. Буду жаловаться. Так, очень хорошо все замотали. О, класс! Arcanoid, ребята, для Famicom. А если быть точнее, это Arcanoid 2. Первый Arcanoid стоит чутка дороже. Его тоже надо приобрести. Но пока вот немножко жмет. Но для одного из моих выпусков подойдет любой. Любой. Это... Так. Необычный комплект. Я думаю, достоин отдельного выпуска. Здесь находится и картридж, и специальный контроллер. Я так понимаю, это проложил продавец. Это можно выкидывать. Специальный контроллер с крут... Так, сейчас боюсь повредить. С крутилкой. Крутишь ее, и палочка ездит. С кнопкой. Необычный, интересный комплект. Контроллер. И игра тоже интересная. Потому что в ней есть функции. Функции, которые не в каждой игре на Famicom имеются. Ребята, об этом тоже поговорим как-нибудь. Но первый Arcanoid, сволочь, дорогой. Множество вот таких картонных пакетов у меня сегодня. 4 килограмма вмещает. Стаканы, говорят, не класть. А в остальном нормас. А это у нас, наверное, еще один адем. У меня сегодня, кстати, будут вещи на продажу. Поэтому подписывайтесь на мой аккаунт на Авито. Хотелось бы сказать. Я, кстати, не знаю, можно ли там фоловить, чтобы видеть, что в продаже появляется. Скоро буду продавать часть вещей. Потому что я начинаю покупать вещи, которые мне не нужны. Из-за того, что с ними в лоте находятся вещи, которые мне нужны. Потому что некоторые штуки найти отдельно не представляется возможным. Это вот этот вот... Как это работает, господи. Ужас какой-то. Это модемчик. Family Computer Network System. Если кому-то в коллекцию, там... Ну, он будет недорого стоить. За что взял, за то и отдам. Модем, которым воспользоваться уже, наверное, не получится. Но какие-то картинки он, наверное, покажет, если подключить его. Фомиком я еще не пробовал. Фишка в том, что мне нужна была карточка. Хотя бы... Хотя бы какая-нибудь. Интересно было бы на них взглянуть. Вот сейчас вот практически такого же размера уже SSD-диски выпускают. Жесткие. Не жесткие, а SSD. Вот. Контактики здесь. А раньше это была всего лишь карточка для модема. С помощью которой можно было, насколько я понимаю, ставки делать на скачках. Или что-то вроде того... Около того. Пока точно не скажу вам. Но, в общем, хотя бы одну карточку такую заиметь хотелось бы. Но вообще хочется собрать их побольше и тоже о них рассказать. По сути, это тоже вид картриджей для Famicom. А это переходник. Грубо говоря. Очень грубо говоря. Вот. Вот эта штука мне не нужна. А. Да, она закрывается. Странно, но закрывается. В общем, поэтому ее готов отдать за символическую сумму. Чтобы хотя бы немножко отбить то, что мне приходится иногда тратить сверх того, что нужно. Так. Эти карточки отдельно найти в ощущениях. Unreal. Все продают их с модемами. Кто-то прям продает, знаете, модемов пять вот этих и одну карточку. Такое часто тоже можно встретить. Это турбофайл второй. Первый турбофайл у меня уже есть. Аксессуар, позволяющий делать четыре сохранения. Естественно, исключительно в играх, которые этот аксессуар поддерживает. Турбофайл 2 от ASCII. Давайте глянем на него вживую. Не только же картинку показывать. Вот такая вот красота. Смотрите. Выглядит как кнопки, но нет. Нажимать их нельзя. Здесь переключатель. Переключатель. И работает он, скорее всего, от батареек. Надеюсь, они там не вставлены. Надо всегда проверять, а то потечет. Тут, кстати, уже окисленные контакты. Вау. А вот это вот неожиданно. Еще какой-то порт здесь находится. Вот опять же. Ребят, смотришь в интернете, думаешь, вау, какая-то штука для сохранения в каких-то играх. Прикольно. Ну, в принципе, зачем она мне посмотрела фотки, да? И ладно. А потом она тебе приходит и такой, оп, очки. А фоток сзади в интернете я не встречал. Что за порт? Что туда подключать? Будем разбираться. Стало интересней. В первой версии такого порта нет. Что-то похожее на кар... А, это картриджи. Это картриджи. Заказал сразу два. Помните этот... Планшет. Для Famicom, про который мне писали многие. Посмотри с другой стороны, есть ли там картридж, там выемка. В общем, да. Там оказался картридж. Но эти комментарии я прочитал после того, как заказал их. И оказалось, что там тоже картридж есть. Поэтому вот этот, кажется, у меня повторный. А этот не для планшета, но из той же вселенной. Есть еще второй картридж для этого планшета. Вот он стоит от 7 тысяч рублей. К сожалению, эти стоят копеечки. Я не знаю, может, один из них разыграю на Патреоне. Может быть, если он нужен вообще кому-то. Может быть, опять же, выставлю на продажу. Я все-таки, наверное, часть буду продавать. Потому что, ну, реально, иногда приходится переплачивать. И хочется как-то финансы в дело пускать. Это необычное такое комбо-издание с Уфами Турбо. Я как-то уже распаковывал с Уфами Турбо отдельно. Вам показывал и картриджи для него показывал. Здесь и адаптер. И одна игра. SD Gundam. Наверное, первая часть. А может, и не первая. Уже, если честно, не помню. Ну, в общем, я докупаю их по чуть-чуть. Этих картриджей определенное количество существует. Я хочу их несколько собрать. Давайте покажу. Не все же смотрят все ролики, правильно? Как выглядит комплект. Вот такая балалайка. Адаптер, картридж. А инструкции нету. Ах, вы козлы. Я думал, полный комплект. Я, правда, не знаю, есть ли там, ну, должна ли она быть. Но инструкции есть почти всегда и везде. Поэтому, ну, ничего страшного. Ничего страшного. Хочу подкупить этих картриджей. Сделать тоже выпуск. Уже скоро, наверное, на Патреоне выложу на голосование. Кстати, ребят. Я нечастный, на самом деле, об этом говорю. Но если кто-то хочет поддержать то, что я делаю. Подписывайтесь на меня на Патреон. Это очень важно. Ссылка есть под каждым роликом. Включая этот. Мой основной канал, Russian Week, существует только за счет Патреона. И это система, ну, в которой мне помогают. Спасибо всем огромное. Но она всегда требует новых людей. Потому что кто-то со временем отписывается. Кто-то там по каким-то причинам. Может быть, трудные времена настали. Может, надоело про ретро игры что-то смотреть. Может быть, еще в чем-то дело. Если есть возможность помогать мне на Патреоне, чуть-чуть, совсем немножко. Но зато каждый месяц это очень сильно мне поможет. Так, еще один картридж для Famicom. Это такая толстенькая, толстенькая коробочка с бейсбольчиком. Казалось бы, зачем тебе бейсбол? Ты все равно не будешь в него играть. Ну, возможно, в бейсбол играть я и не буду. Но, опять же, как и с у Фами Турбо, оказалось, что батлбокс, вот такая вот приблудина для Famicom, которую, опять же, уже распаковывал, существует не только в отдельном виде, но и в таком вот толстеньком бандле с бейсболом. Кстати, бейсбол в отдельной коробочке находится. Опять же, здесь свои инструкции, своя информация. Это очень ценно, потому что в инструкции может содержаться много интересной информации, которой ты вообще не мог раньше предположить. Может быть, какие-то планы компании на эту железку, может быть, еще что-то. В общем, всякие анонсы, инструкции, до которых ты сам не допрешь, и для меня это ценно. Вот. Так, где же, где же самое, самое главное? Самое главное, что есть в этой посылке, самое дорогое. Где же оно? Может быть, это оно? Да. Да. Я сразу подумал, когда двойную упаковку увидел, а там она еще и тройная, по сути. Что это не просто так. Господа, вот он, виновник торжества. Самый дорогой картридж в моей коллекции. Надеюсь, он работает. Вот такой вот картридж интересный для Famicom, который вставляется в Konami Q адаптер. Ребят, реально, я не уверен, что есть хотя бы сотня таких картриджей, потому что такое ощущение, что их десятки всего выпущено. Но это пока складывается такое ощущение, потому что их нет в продаже. Но он появился, появился адаптер. И на этот картридж мы собирали на стримах. Собрали на него 47 тысяч рублей. Я не знаю, работает ли он. Но фишка в том, что этот обучающий картридж от Konami и от компании NHK, которую в Японии хорошо знают, это настоящая история. История, которой нет в интернете. Вы едва ли найдете скриншоты или запись геймплея таких картриджей, их несколько было выпущено штук. Один есть вообще в единичном экземпляре. Но это, опять же, немного домыслы, но его видели один раз. И очень интересно, во-первых, прикоснуться к этому. Во-вторых, изучить, разобрать, посмотреть, что внутри, как это устроено, для чего это сделано так. И спасибо огромное моим подписчикам за этот подарок, за то, что мы набрали на стримах такую сумму. Я сам нехило вложился в адаптер. И, ребята, я еще доплатил 7 тысяч на таможне. В двух словах, чтобы предостеречь всех, кто заказывает из-за рубежа, ребята, заработал новый закон, который нам обещали с 1 января о том, что в месяц нельзя ввозить товаров из-за рубежа по почте более чем на 500 евро. Этот картридж сам по себе стоит уже 500, более 500 евро. Сама посылка 800 где-то евро. То есть, ну, очень приличная сумма. Это самое... Вот за счет этого картриджа самая дорогая посылка, которую я когда-либо заказывал. Естественно, я накидал то, что сам собирал у посредника. В общем, пришло мне смс на телефон о том, что моя посылка можно забрать в таком-то отделении. И это не мое отделение. Это вообще на другом конце. Москвы очень далеко ехать, полтора часа от меня ехать. Я поехал туда, полтора часа на дорогу, два с половиной часа я сидел в очереди, потом меня мурыжили. Спрашивали, что я заказываю, для чего, не на продажу ли. Я писал от руки полный перечень всех 11 посылок, которые у меня вот в телефоне на сайте иероглифами написаны. Я писал по-русски, по-русски, по-английски. В общем, я, наверное, покажу этот список. Я уже публиковал в Твиттере. Что-то он посвистывает. 47 тысяч. Ладно. И это цирк. Это цирк. Вот он, этот список, наверное, до этого я не смогу вставить из-за вот этих своих штук. Вот он, посмотрите. Картридж Фомиком, картридж Супер Фомиком, аксессуар и приставка. Объяснял товарищу начальнику, для чего, что, что для себя. Он в конце говорит, ну а зачем вам это? Вы что это? Коллекционируете или что? Я говорю, ну вообще-то так и есть, коллекционирую. Все написал, что заказал для себя в одном экземпляре. И сумма, которая превышает 500 евро, это 300 у меня было евро с чем-то, от нее нужно заплатить 30%. То есть я еще 7 тысяч рублей за эту посылку отдал на почте. Это сделано для того, чтобы у нас там айфоны не завозили, всякие другие товары на продажу, и чтобы для себя не покупали товары дешевле за рубежом, те, которые у нас стоят дороже. Вот такая вот экономическая замечательная заплатка. Я знаю, что много где уже такая и в Европе, и в ближайших там странах наших. Но, к сожалению, это неприятно, это очень неприятно. Это бьет по моему увлечению, по моей работе. Хочется набирать, знаете, масштабы. Хочется заниматься своим делом по полной. Хочется делать все круче всех. Хочется с помощью вашей поддержки, которая сейчас вот довольно-таки весомая, делать что-то крутое, не останавливаться на том, что я делаю, открывать новые горизонты, и как бы это ни звучало громко. И вот тут такая вот заноза появляется, которая демотивирует. Потому что если мне придет, например, две посылки за месяц, то по сути, по этому закону, вторая посылка, даже если она будет за 100 баксов, я все равно должен буду целый день тратить. Ехать на таможню, торчать в очереди, объяснять, забирать посылку, ехать домой по пробкам еще дольше. То есть минус день, минус деньги. И с этих 100 баксов я еще заплачу 30%, потому что в этом месте, например, уже превышено. Уже. Я не знаю, работает ли это так, суммируют ли они на данный момент посылки. И самое грустное, что в следующем году этот предел составит 200 евро за одну посылку. Немного по-другому, но тем не менее. То есть вы уже не закажете себе ни PlayStation, и я себе не закажу, не знаю, какой-нибудь PC Engine там портативный, не куплю, не съездив на таможню, не объяснив, не заплатив. Плюс они имеют право по своему решению у тебя что-нибудь конфисковать и штраф какой-нибудь тебе наложить. Но это, скорее всего, только если ты на продажу явно берешь много одинаковых штук. Аккуратнее и всем увлеченным людям могу посоветовать быть. И, ну, скорее всего, в следующем году нас ждет повышение цен на ретро-игры и консоль в России. Печаль? Беда. Ну, ладно, что поделать? Что поделать? Будем выживать, будем искать новые способы. Старайтесь заказывать так, чтобы на посылке не было указано, сколько это стоило. Если есть такая возможность связываться с какими-то продавцами и прочим, если это возможно, если это не магазин, там не Амазон, то вам могут пойти навстречу. Вещь, которую я уронил, очень интересная. Меня заинтересовала технология. Несколько игр существует для Super Famicom. Суть их в том, что в коробке находится CD-диск. В коробке очень много бумажек. Очень много. Картридж для Super Famicom. И вот такой вот приемник. Я его еще отдельно покажу. Он у меня здесь будет в посылке. Это инфракрасный приемник. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы в эту замечательную игру, играя... Какая штука. Связываться с магнитофоном каким-нибудь проигрывающим CD-диски и по инфракрасной связи, инфракрасному вот этому порту, так сказать, отсылать сигналы на магнитофон, чтобы в нужное время проигрывать нужные кусочки с этого CD-диска. Опять же, не нашел подтверждения, как это работает в интернете. Нет ни одного видео. Я хочу потрогать это своими руками. Я не знаю, где меня намутить такой CD-проигрыватель. На данный момент у меня его нет. Это интересно. Ваша Super Nintendo отдает сигналы CD-проигрывателю, и у вас появляется звуковое, по сути, окружение. Причем не из приставки, а откуда-то извне. И все это как-то вместе должно работать. Дико интересно. А где же маленькая эта посылочка? Может быть, здесь? Нет. Даже не знаю. Не потеряли ли чего? Не знаю. Так, Алиса. Алиса, Алиса, Алиса. Для чего я заказывал Алису? Кто-нибудь помнит? Нет? А-а-а! Все, никак не доберусь до съемки видео про штрих-коды. Про игры, работающие со штрих-кодами. Это игра Алиса в стране чудес. Для Super Famicom несколько существует игр, которые работают с аксессуаром под названием Barcode Butler. Вот здесь есть специальный логотипчик. Barcode Butler опять же есть уже. Распаковывал. Понемножку набираю реквизит на суперинтересные темы. Но все это вместе дорого сразу, поэтому растягивается на месяцы. Просто игра, которая будет работать с нужным аксессуаром. Там есть еще Spider-Man, который работает с ним. Но этот Spider-Man выходил только в Японии. За него просят огромные бабки. Неужели здесь? У меня должна быть очень мелкая посылка. Но таможенники вроде как не должны были ничего стырить, потому что посылок было 11, как и заявлено. Поэтому... А, да. А что такое коробка? Нифига себе. Тут мне напечатали какую-то Сакуру. Я не знаю, что это. Напечатали, в общем. Телефон, факс. Такая кор... Что? То есть... Офигеть. Ну, вы видели же, да? Этот ИК-приемник. ИК-передатчик, скорее, наверное, не приемник. В коробке с игрой. Какой он маленький. А коробка только с передатчиком. Такого же абсолютно размера. То есть они придумали какой-то стандарт для вот этого своего типа игр. И тут реально такая же коробка. И только... Ну, в общем, тут он, к сожалению, в этой упаковке. Ну, это просто такой вот передатчик. И на другом конце SNES-овский. Разъем для контроллера. Не разъем, а наоборот. Вилка. У меня проблемы с терминологией. Меня постоянно достаете в комментариях. Пишите, что я то не так сказал, это не так сказал. Дело в том, что я записываю ролики. И у меня нет времени во время записи думать над каждым словом. Так ролики будут унылые. Поэтому просто не заморачивайтесь. И вот она, самая большая последняя коробочка. Здесь консоль. Но консоль эту я покупать не собирался. Поэтому консоль эту я, наверное, буду продавать. Опять же вопрос, в каком она состоянии. Ставь хэштег Коля Барыга. Тут все такое. Немножечко надо почистить. Почистить надо, почистить. Значит, во-первых, виновник торжества. Виновник торжества. Пожелтевший стади бокс. Он такой, знаете, цвета хаки. Наверное, тоже на солнце лежал. Он должен быть серенький. Вот такой. А он такой зелененький. Стади бокс на продажу. Проверю тоже работоспособность его. Третья. Третья по счету, по выпуску. Вторая у меня. Ребят, с невероятным трудом достаются эти кассеты. Их нет. Кассета для стади бокса. Опять же, Enjoy English, к сожалению. Жалко, не из какой-нибудь другой серии. Это третья. У меня есть первая. Вот две штуки. Пришлось несколько тысяч рублей потратить на вот эту посылку ради этой чертовой кассеты. Надеюсь, с ней все в порядке. Продавалась как джанк. Опять же. Ох, напокупал действительно барахла, которая непонятно работает или нет. Так, стади бокс тоже, надеюсь, работает. Если все в порядке, на продажу пущу. Значит, здесь у нас дичь. Дичь какая, слушайте. Это я себе оставлю, слушайте. Это интересный аксессуар. Как это вообще работает-то? В общем, здесь с одной стороны вот это вот. Как вы узнаете, Sega Mega Drive Model 1 или Master System. Один тюльпанец. То ли звуковой, то ли нет. Непонятно. Дальше идет RF-модулятор. И два выхода на RF с резьбой. Нахрена? Не понимаю, если честно. Это идет в приставку. Это, ну, видимо, тоже идет в приставку, потому что это на том же самом конце находится. Японские технологии, блин. Ну да, это на том же самом конце. Вот он. Здесь он перестает раздваиваться. Это, значит, идет в конце. То есть это видео выход. А это что? Зачем? Почему два? Может, оно моделирует видео и звук в RF? А сюда можно подключить телек. И что? И вот переключатель. Ну, какой-то хрен его достанешь. Чтобы постоянно... И, может быть, телек может идти вот так. А приставка может тоже вот так идти. Ну, как вариант. Странный. Но это аксессор, кстати, скорее всего, именно для Famicom. Поэтому оставлю себе в коллекцию. Господи Иисусе, а это... А это нафига? С одной стороны антенны, с другой стороны такой же. То есть папа-папа получается. Ага, да. Ну, ладно. Это провод типа в телек. И консоль. Вот если честно, не знаю, что делать. У меня просто вариантов слишком много. Это Twin Famicom. Черный. У меня такого нет. У меня красный. Два Twin Famicom тоже место занимают. Я и одним не пользуюсь. Он у меня больше остался как... Он у меня больше остается как просто визуальная какая-то радость. Очень красивая приставка. И красный мне нравится. Ну, и черный мне нравится. Он прикольный. Немного погрызаны контроллеры какими-то животными. или людьми, которых можно назвать животными. Ну, так немножко потесанный. Ну, туда-сюда. Ну, да, да. Поюзанный. Но новые... Ну, как новые такие штуки. Сейчас, например, на Авито стоит от 7-10 тысяч рублей. Но если вот прям идеальный, то от десятки их продают. Если все в порядке, если все работает, да даже если не работает, тоже, наверное, выставлю на продажу такой замечательный комбайн сразу и диск системы, этот... и Famicom. Все, естественно, буду чистить, протирать и приводить в максимально идеальный вид, в какой эти приставки и аксессуары можно привезти. Вот такие дела, друзья. Такая вот распаковка. Опять же, по-моему, было несколько интересных вещей. Еще посылки будут. Очень интересные, на самом деле, впереди идут посылки с консолями. С консолями, которых у меня нет для обзора в первую очередь. И опять же, идет мне еще одна посылка, превышающая эти 500 евро, потому что мы на стримах собирали еще на кое-что. Кто ходит на стримы, тот помнит. В общем, спасибо за поддержку. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот это вот все обязательно. У нас еще, кстати, принт новый с контрой Hard Corps вышел. Кому интересно, зайдите. Даже не буду показывать в этот раз на экране. зайдите в магаз, посмотрите сами. Вы все, наверное, и так уже давно знаете. Все. На этом, пожалуй, все, ребята. Всем пока. Всем спасибо. Аккуратнее, с большими посылками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok